Песни, танцы и патриотическое настроение. В Ульяновске состоялся праздничный концерт, честь воссоединения Крыма с Россией. 16 марта 2014 года состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, а через два дня подписан договор о вхождении земель в состав России. К восьмой годовщине ульяновские творческие коллективы и общественники выступили на Соборной площади. Около пяти тысяч людей пришли на торжество. Алексей Русских поприветствовал собравшихся. Сердечно поздравляю вас с самым молодым, но самым значимым праздником современной России. Днем воссоединения Крыма с Россией. Это день гордости России. Это день гордости за Россию. На концерт приехали и гости из солнечной живописной Феодосии. Лариса Леонидовна Курашкина чувствует разницу от смены государственного курса и верит в то, что Путин своих точно не бросит. Самое главное, мы стали жить в нормальной идеологической и моральной обстановке. То есть мы сегодня не пережили. Самое главное, это мирное небо над нашей головой. Один из немаловажных, а может быть даже самый большой аспект. Мы сегодня не живем с Бандерой. Переселенцы из Луганской народной республики тоже присоединились к народным гуляниям. У меня там остались двое сыновей со снохами. Они не могли выехать, поскольку они защищают родину, находятся на очень нужных должностях помогать побеждать нашего врага общего. Слава Богу, пришла Россия. Помогла нам справиться с этой несправедливостью, с этой жестокостью. Рады ли ульяновцы возвращению Крыма? И прав ли наш президент в том, что продолжает защищать Донбасс? Присутствующие поделились мнением. Безусловно, это самое положительное событие из новейшей истории нашей страны. Ведь жители Крыма давно этого ждали. И мы, конечно, с молодежью все эти действия поддерживаем. И то, что происходит сейчас, тоже, безусловно, не обходится без внимания. В первую очередь наш президент защищает нашу страну, Россию. И было правильным решение отправить наших военнослужащих, которые сейчас выполняют свои гражданские долги. Мы долго к этому шли и правильно сделали, что мы это сделали, что президент принял такое правильное решение. Еще как вы относитесь к тому, что президент защищает Донбасс при проведении спецоперации? Это тоже необходимо. Там наши русские люди, а мы своих не бросаем. Относимся очень здорово, очень хорошо. Мы рады, что именно так происходит. Потому что все-таки хочется, чтобы уже был мир наконец-то, чтобы все было хорошо. А как вы относитесь к тому, что Путин защищает Донбасс при проведении спецоперации? Относимся положительно, хорошо. Считаем, что так и должно быть. Потому что все-таки мы все должны быть вместе, мы все одно целое, мы все едины. Отношусь я к этому положительно, потому что исторически Крым был частью нашей страны. И то, что сейчас произошло, это соединение благополучно сыграло на нашей стране, я считаю. А как вы относитесь к тому, что президент защищает Донбасс, проводя спецоперацию? Положительно, потому что он защищает в первую очередь людей, честь страны, честь людей этой страны. Поэтому я считаю, что он делает все правильно. Концерт прошел не только на Соборной. К празднованию присоединились и районы области. В детских школах искусств прошли классные часы. Также в Доме культуры «Строитель» пройдет караоке-концерт «Крым. Весна. Россия» с исполнением любимых песен советского периода. День воссоединения Крыма с Россией настолько значим для россиян, что в Госдуме предложили сделать 18 марта выходным.